Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, эра короля Бадаштарта-строителя, год 71-й, древнего мира за Карфаген. Если вы только сейчас наткнулись на это видео, то рекомендую к первой серии перейти. Ссылка есть в описании, либо в правом верхнем углу она появлялась. Ну а спонсоры всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Веду Карфаген под моим мудрым руководством. Мы тут вынесли нумидийцев. Тут с варварами разбираемся еще. Собираюсь эту... Я все-таки подумал, может попробовать сюда перейти, не знаю, ну то есть проверить, как корабли будут работать. Надо еще одну трирему построить быстренько и попробуем перенести. То есть я сейчас вот с этими варварами разберусь и попробую перекинуть армию туда. Как они будут перебираться через море, посмотреть. Так, что у нас тут в хиппорегиусе архив? В хадрометове мастер военный доделан. Я бы еще даже до старшего офицера его потом сделал. После триремы. Ну то есть по максимуму, чтобы тут быстрее юниты строились. Тут тоже офицер достраивается. Давайте, наверное, еще одну трирему здесь тоже сделаем. Вот так. Так, какие у нас события происходят? Новое предложение для принцессы Балзабель. Ну, я бы на дидонцах. Что у нас тут по... Что-то у барсидов не очень отношения. А почему? Так. Через два года, видите, минус 40 уберется. Остальное долго. Ну, минус 40 уйдет. Довольно скоро. Хорошо у магонидов. Через год и через два по минус 40 уйдет. Я бы, наверное, с дидонцем. Тем более он дисциплинированный и харизматичный. А тут не дисциплинированный. А он дисциплинированного мужа. Дальше. Что я открыл? Доктрины открыли. А что за доктрины? А еще дальше мы как раз... Это что-то с законами, кстати, связанное. Ну, давайте мы... Нам быстрее техи надо открывать. Давайте фалангу один ход всего лишь. Так. Толерант... Толерантность или ортодоксия? Ну, у нас, видите, уже не так много капает цивиков. И тут каждый закон... Апкип. То есть, содержание в цивиках дает. Так. Толерантность. Минус один вход несчастья. И плюс 4 в каждом городе. А ортодоксия... Плюс 4 цивика. И еще у дидона... Ну, я, наверное, толерантность возьму. Все-таки. И сейчас, наверное, в минус цивики. Нет, плюс 6,5. Но уже надо беречь. Так. А как у нас вообще тут по несчастьям? Здесь уже второго уровня. Но зато минус 2 теперь пошло. Видите? Минус 2. В Карфагене. Но еще плюс 2 в гипорегиусе. Из-за чего так мощно? Из-за сложности. Плюс 3. Не знаю, может, он просто этим ходом еще не считает. Хотя вроде там было написано, что засчитывается. Ладно. Так, порт построен. Ну, давайте тут еще тоже порт сделаю. Что у нас вообще? Камня дофига идет. Всего дофига, в принципе. И денег даже дофига. То есть с экономикой вроде все неплохо. А, жалко, тут нельзя каменоломни устроить. А вот здесь я могу что-нибудь? Edit Flat Clear. Где я гарнизон могу построить? О, я тут смогу гарнизон. Сюда его поведу. Продолжаем каменоломни. Так, а что я тут собирался делать? Котик Чудо строится уже. Ну, это, правда, до священного города. Может, святилище действительно. В всех городах плюс один культурный и Штаргейт, если построю. Ну, давайте. Давайте Одион построю уже культурное тоже что-то. Так, в Гипорегиусе архив закончил. Это у нас культурный вроде город, да? Поэтому сокровищницу. И армия. Очень неплохо. Вот, видите, анагар очень неплохо атакует укрепление. Ну, все, давайте вот тут встанем. В общем, дальше я уже не пойду. Так, я хочу здесь стоять. Ждать возможности перебазировать. Юниты. Успею ли я зачистить эту территорию до того, как туда... Рим доберется. Ммм, давайте агрессор. Нет. А, ну давайте гарнизон. Так. Возвращаю... Трирему. Попробуем. И здесь плаваем, исследуем. Киренайка. Блин, тут еще заселять можно. Конечно. Это тоже, конечно, мои карфагенские земли. Но мне хочется там столкнуться с Римом. Правда, не портить с ним отношения при этом. У нас очень хорошее отношение. 300. 300+. Так. Давайте, наверное... Возьмем здесь марш. У нас еще просто приказы остались. Хочу быстрее добраться... ...до возможности переправиться. Проверить, как оно будет работать. Ну и этих... ...последователей я уже делаю, чтобы храмы строить. А не распространять. Опа. У короля 70% шанс умереть. Ну, вообще 68. Но, извините. Дидона у нас до 80 почти дожила. Ну, почему он не плывет? Так. Предложение свадьбы. От галлов. Нет. С галлами мы вообще не будем. Никак. Так. Две техи осталось исследовать. 12 дополнительных приказов. Знаете, я бы исследовал. Чисто чтобы... Потому что 5 ходов дальнейшее исследуется. Как бы долго. Так, вот здесь я хочу гарнизон. Опять бараки. Ну, тут надо, наверное, уже юниты перебрасывать. Тут надо обрабатывать все строителями. Здесь все построено. Может, стены постро... Нет, тут надо строителя. Еще одно. Так, а тут, по-моему, каменотесы я сделал. Все, больше жителей нету. Поэтому невозможно специалистов. Стокровищницу. Хотя денег уже дофига. Ладно, плывем для апгрейда. Сюда поставлю. А этим лучником... Ой, блин, тут сейчас появится лагерь. Так, надо марш использовать. Что-то я прошлым ходом затупил. Не вернул его. Все, этот тут стоит. Так, эти ребята тоже стоят. Ждем 4 приказа этих. Давайте перебрасывать. Все, один приказ, да. Ну что, слоника апнем. Или лучше тут... Ну, тут вообще... И так уже второго, третьего уровня, ребята. Тут бы этого апнуть в булавочника. Ну, в общем, в следующем ходе будет 150. А с другой стороны, можно и купить. У меня дерева много, которые продавать можно. Давайте, наверное, купим. Вот, альт зажимаете. И сразу, видите, минут 139 достаточно. Вот, использую этот приказ для апгрейда. По-моему, в следующем ходе можно будет уже попробовать. Я так понимаю, еще раз... Если на... Ставишь корабль на якорь... То... Юниты смогут перебраться. Блин, у Рима... Все, следующим ходом... Король Бадаштарт умрет. И новой королевой станет... Принцесса Балзебель. Дисциплинированная. Не, что-то Рима далековато. Значит, после того, как поставили на якорь... Наземные юниты могут двигаться через море... На расстояние... Какое расстояние может передвигаться вот эта Рима, я так понимаю. А ну, проверим. Просто интересно. Так. Герцогиня закончила обучение тактике. Так, кем она станет? Либо фанатиком... Зелот, это как фанатик. То есть харизма, но меньше мудрости. Либо интриганом. Мудрость появится, зато не будет храбрости. Ну, блин, странно отсутствие храбрости для генерала. Давайте, наверное, фанатиком лучше. Так, здесь у нас чувак выполняет, по-моему, внедрение... В Ассирию. То есть я ничего не путаю. Или я не отправил его? А, нет. Судя по тому, что Ассирия полностью видна, это уже выполнил. Значит, мне надо новую цивилизацию встречать. Так, к сожалению, не выполню я амбицию. Видите, он в следующем ходу умрет. Я не успеваю открыть. Жаль. Ну, то есть мне дадут меньше легитимности из-за этого. Баллиста, Акведуки, профессиональная армия. Ну, вот суд, кстати, суд. Я бы гражданский открывал. Суд хороший страниц, цивики улучшает нам. Давайте в риторику. Цивики уже заканчиваются. Сюда обрабатывать шахты. Ближе подойду, чтобы, не дай бог, мне этого не убило. На всякий случай. Насколько надо будет для апгр... А, кстати, можно уровень дать, во-первых. Кстати, на фокус. Кстати, я что-то не вижу вообще никаких морских юнитов у других держав. Блин, 17 приказов. Так, тут у меня юниты сидели, ждали. Возможности перебраться. И вот этот еще. Так, давайте проверим. Есть у нас еще так рабочий тут строит. Вот этот рабочий. У него закончился ход. Берема походила. Трирема. Нет, это лучник пускай. И лучник пятого уровня, я так понимаю. Пятого. Походил, походил. И эти тут ждут. Да, ну что-то у меня... Куча лишних приказов осталось. 11. То есть зря... Ну, вообще не зря. Я думал. Я надеялся, что я успею 8 тех открыть до смерти короля. Ну, да ладно. Что ж. Бадаштарт. Ну, неплохо поправил, но мало. Конечно, по сравнению с Дидоной. Никакого сравнения, я бы даже так сказал. Ну, и королева Сирии умерла. Так, как у нас вообще тут с династией? Я вот только... Я так и не понял, почему Тариба была пропущена. То есть она же еще жива до сих пор. Как... Что случилось? Я какой-то... В какой-то момент пропустил какое-то событие, за счет которое... Табиба, точнее. Табиба была пропущена в очереди наследия. Ну, ладно. Сразу уменьшилась легитимность. А вот, четыре чуда. Это у нее... Мы еще заранее взяли эту. Так, давайте проверять... Возможную переправу. Значит, ставим на... Нет, не можем перебраться. Нет. Ага. Нет. Продолжение следует... Каменоломни, каменоломни... О! Давайте Иштарт построим. А, 300 железа. Кстати, я могу купить, на самом деле. Железо одно из самых дешевых тут. Получается. Так, сколько я заплачу? 630. Нормально. У меня денег и так дофига. Давайте ворота Иштарт начнем. У меня чудеса надо строить. Как бы амбиция такая у меня. Так, а тут мы строим... Храмы. Тоже 6 храмов надо, одна из амбиций. Вот смотрите, вот эти три амбиции я выполню, и уже 7 будет. Останется 3. Мы уже будем близки к выполнению. Так, конец эры. За неделю до коронации вы увидели странный знак. Одна мертвая змея около дворца. С тремя живыми змеёнышами в гнезде неподалёку. Это означает, что... Ну, как бы ваши звездочёты, или как назвать это, шаманы, интерпретировали это, что вы должны провести церемонию в одном из семейных... Кресел, ситц. А, в одном из семейных городов, видимо. Так, ну, я бы, честно говоря... Спонсировать гонки колесниц в Ходрометуме. А почему... А, видите, тут железа не хватает. Ну, я бы в Ходрометуме, потому что мне надо Барсидов немножко улучшить, потому что они у меня, во-первых, войны. Тут у них самое низкое отношение. Да. Давайте. 1200 денег. Ну, у меня деньги хорошо так валят, так что можно. Так, губернатор в Ходрометуме, наверное... Давайте, дорог, королеву. О-о-о! Родившаяся дочка умерла. Мы соберём все силы, будем двигаться дальше, либо мы имеем право приостановиться и поскорбить о нашей потере. Так. Становится сострадательной, плюс одна мудрость, либо становится вдохновлённой. Две хай... Давайте вдохновлённой лучше. Харизму. Мне цивики надо... Ух ты, сразу плюс 87. Ну, это ещё там процент из-за того, что она скорбит дополнительный. Так, в Карфагене мы построили этого парня. Давайте Сеттлера. Блин, я бы... Может, давайте какого-нибудь... Специалиста вот на еду. Сначала. Тут уже есть специалист. Тем более у нас сейчас как бы приняты цивики, которые... Давайте вот тут специалиста и вот здесь. А потом уже поселенцы. То есть поселенцы будут быстрее делаться. Дальше. В Аузии мы рабочего, по-моему, сделали. Что-то у нас камня не хватает. Но всё равно давайте купим камень и архив будем делать. Так, а что я здесь поставил? Ничего. Давайте форум ещё. Так. Три приказа. Тут у нас варвары нападают. Всё. Давайте я, может, куплю три приказа за 300 этих. Потому что, ну, надо берему доставить в порт. Сколько стоит проапгрейдить? 50 железа. Да, надо... Вот тут я уже, видите, стал шахты строить. Тут мне много будет железа это давать. Видимо, надо на... Как его? На якорь ставить рядом с побережьем. Вот тогда только будет двигаться гиниты. Эй, а чё... Ты, Рим, не хочешь атаковать? Именно вот мою Трирему ты решил поатаковать. Так, спаймастер прокачался. Мы ему... Ну, то есть, бесидер нету смысла ему давать. Тут либо мудрость, либо храбрость. Давайте мудрость. Всё-таки спаймастер. Так, ну-ка. Всё равно нет. Да что такое? Как эта хрень работает? После того, как поставил на якорь наземные юниты... Может, мне надо сначала сюда... Нет, тоже сюда не двигается. Или мне надо такой... Так, я понял. Может, мне вот сюда надо его провести? И тогда только... То есть, если только если рядом находятся... Да, это я так, конечно, долго буду... Короче, заслужил репутацию поэта страсти и эмоций. Так, вдохновить его, сосредоточиться на учёбе, а не на случайном сексе. Поздравить его с его этими способностями. И я не чувствую себя комфортно вообще-то обсуждать. Ну, короче, либо харизму, либо мудрость мы ему дадим. А он, правда, на риторике, а в риторике как раз вот... Давайте харизму. Так, губернатор Гиппоригиуса. Ну, 100% С другой стороны, видите, вот эти ребята из семьи Магонидов. То есть, я вот, конечно, 100% наземным юнитом прикольно, но я не смогу, например, его в семью Барсидов разместить. Поэтому я думаю, что вполне... Хотя это два приказа даёт. Минус 3,2 денег в ход. Но зато давайте лучше этого парня. Потому что денег у меня и так дофига капает. О, какой-то спор между двумя семьями. Давайте не будем пока ничего делать. Следить за развитием событий. Они спорят по поводу земли. Гарнизон построю. Так, тут всё улучшено. Стронгхолд не хочу. Так, ладно, сейчас подумаю ещё. Рабочего. Или лучше давайте сеттлера тут. У нас как раз можем через 9 ходов там зачистим и заселить. Здесь давайте сеттлера. Я знаю уже, что в этом городе делать. Так. Это я уже только что поставил. Да, блин, уже не проверить. Не проверить. Это я уже и не проверять. Я ошибаюсь. Я не знаю, что Я не знаю. Я не знаю, что Я знаю, что Еще одна трирема построена А это Ну амградить не буду, просто по хилю Все, пока Больше приказов нету Королева Бальзебель новая Ну, вот тут тоже Вполне может Что такое 25% Рим Интересно, это означает, что У меня есть шанс трон Римские занятия О, 8 тех Амбицию выполнили Не, нифига Я не понимаю, как мне перемещать тут юниты Блин Хотя может написан кулдаун один год Может только с следующего хода перемещается Блин, надо было проверить здесь Что-то я Так, гувернатор Кураж Харизма Или О Садовник Ну, не садовник Это Плантер Сажать Или в плане Деревья сажает Да, фермы И Плантации Плюс Выхлоп Вот она здесь сидит Да, тут как раз у нас Видите, ферм Сколько Отлично В гипорегиусе Что будем строить Давайте еще Сетлеров Или Или Давайте лучше вот этого Так Но Перед этим Давайте Куда-нибудь Разместим У нас Пять жителей Здесь Давайте Так И так Дальше Что-то Что-то Все долго Открывается Не, ну Мечников Мне кажется Рановато Водяные Мельницы Рядом Шахты И Каменоломни Плюс 60% Ну Прикольно Так А что у нас вообще В дереве Технологий Где у нас там Следующий корабль Он Тут где-то Драмоны Да Сюда Сделаем Все Тут ничего нету Ладно Давайте Хорошо Аканскрипт Аканскрипт Это Хорсмен Ведущий Катафрактам И Особняк Ведущий Давайте Особняк Открывать Так А здесь 20 очков За каждую Войну И Города Все города Могут Ускорять Производство За счет Населения Ну Знаете Я пока Не то Не то Не буду Принимать Пока Не так Много Прям Уж Цивиков Чтобы Все Использовать Так Тут у нас Гарнизон Достраивается Вот Суды Надо строить Да Суды Реально В каждом Городе Я бы Суд Построил Это Дополнительные Цивики Так Значит Тут мы Один ход Ждем Как бы Мне не Убили Эту Трирему Мою Еще Одно Трирему Плывет Так Этой Апаем Перему В Трирему Этого Перебрасываем Так Я тебя Выставлю Вперед Чтобы Смотреть А Нахреново Смотрит А Напускай Стоит И Слоник Не Перебегает Так Ну Что Убьют Митрирему Смотрим Что это Вообще За юниты Такие У них Элитные Копьеметатели Да Да Убьют Класс Офигительно Проверил Зашибись Я Я почитал По поводу Перемещение Через Через воду Пишет До До Стрельнуть Блин Летям походил Ладно Ну вот Отсюда Я могу Стрелять Давайте По Или Вот Крит Сразу По Элитным Копьеметателям Огонь Так Гарнизон Я тут Сделал Надо Губернатора У нас Тут Один Только Вариант Из Губернаторов Собственно Для Этого Города Так Что У нас Какие Нибудь Есть Способности Строитель О Можно Несколько Рабочих Смотрите Я вот Сейчас Сюда Могу То есть Несколько Вообще На одном Тайле Только Один Рабочий Может Работать Но Сейчас Я буду Добавлять Рабочих И Таким Образом Будет Ускоряться На первое Строительство Чуда Того же Только Тайс Посмотрит Что Она Еще Может Делать И На 50% Быстрее Рабочие Создаются Отлично Это Хороший Правитель У нас Так Что Мы Тут Трирему Достроили Ан Давайте Архив Жалко Что Морские Юниты Стрелять Не Могут Что Они У Нас Только Атаковать Вблизи Состояние Я Продолжу Исследовать В ту Сторону Хочу Египет Все-таки Встретить Ну Давайте Я Про Про Апгрейджу Тут Два Приказа А есть Еще Мейсмэн 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 Да Больше Нету Ну Ну Все Тогда Ладно Это Сюда Переведу Раз Приказ Остался Еще Один Ой А что Это У нас Так Сразу Упало Отношение С Римом Блин Очень Бы Не Хотелось С ним Воевать Честно Говоря Он уже тут Город Новый Карфаген Кстати Да То есть Я тут Должен Был Поставить Прикиньте Рим Ставит Город Называет Его Новый Карфаген Так Кого Мы В столице Поставим Жалко Умерла Только Недавно Мы ее Прокачали Которая На Ферме Была Ну Давайте Наверное Этого Феруана Ученого Еще Рабочего Так Вот Смотрите 8 Ходов Да Опа На 4 То есть Просто Туда Переводишь И Сразу Ускоряется Какое Мы Тут Чудо Можем Мавзолей Таким У нас Легендарные Чудеса Есть Ага Вот Циркус Максимус Парфенон Ая София И Большой Базар Но мне Для этого Надо Чтобы В городе Была Легендарная Культура Вообще Где-нибудь Есть Такой Город Сильные Первые Уровни Дальше Развивающиеся Ходромет А А тут Я могу Суд Построить По идее Должен Смочь А А суд Уже Строит Парень Блин Ладно Давайте Каменоломню Рядом Так Значит По идее Если я тут Ставлю Трирему То Следующим Ходом Вот тут Мы как раз Сможем Переходить Еще Крит Ошибись Все Готовы К переправе Ну Блин Если Сейчас Не получится Я даже Не знаю Что делать Ну Блин Я ж Нажимаю Закончить Мне надо Хотя бы Этот Занять Лагерь И там Город Поставить То Рим Уже 15 Городов Расфигачил Нет 14 Городов И одно Чудо Мне сейчас Не даст Тут Высадиться Во Смотрите Видите Вот Теперь Теперь Понял Просто Один ход Не подождал Просто Не подождал Один ход О Слушайте Так и отсюда Даже работает То есть Ааа Витя Я думал Вот Даже Радиус Будет Ну То есть У Триремы Ход 4 А тут Оказывается Даже Мост Считайте На 9 Клеток Создается Ну Мне кажется Вот это Как раз Слишком Дофига То есть Это В каждой В каждую Сторону Перемещения И получается Я аж Вот отсюда Могу Вот сюда Перебрать Ну Даже Вот Можно Этим Представить Что Я вот Отсюда Могу Аж Сюда Перейти Мне кажется Это Давайте Попробуем Тут Занять Места Чтобы Рим Не мог О Тут уже Конец Карты Кстати Так Наши Исследователи Нашли Списки С Желтой Звездой В руинах Бывшие Обитатели Этого Места Было Племенем Великих Навигаторов Давайте Великого Ученого Получим Отлично Так Закончил Риторики А че Шум Героем Становится Интересно Э Оратором Давайте Ну что Мы можем Убить Наверное Этим ходом Не можем Захватить Подождем О Плюс 86 Железа Так Стоим Ну Можно Этого Проатаковать Просто Чтобы Уровень Получить Сейчас Должно Египет Встретить На вершине Холма Одетая В какую-то Хламиду Из Ковров Еще Что-то Стояла Интересная Фигура Которая Назвала Себя Пифейсом Пайфейсом То есть Лицо Пирог Он Себя Назвал Дураком Шутом И он Из Далекой Нации Египта Ну Давайте Привести Мунфейса Что он Такой Мунфейс Если Пайфейсом Назвал Четыре Приказа И У нас Великий Министр Появляется Интересный Интересный Какой-то Итог Так Египет Мы встретили Отправляем Уже Престарелого Шпиона Египет Исследовать А Кан Нет Амбассадора Наверное Договориться О торговле А нет Это Амбассадора Канцлера Торговая Миссия В Египет У нас Есть Цивики Я думаю Что это Неплохо Заработать Заработать Да Тут Рим Все Заселен Вот тут я Очень медленно Вот именно На самом деле Вот эта территория Исторически Должна была быть Карфагеном Заселена Я слишком долго Разбирался Как тут Плавать Я просто думал Что знаете Это будет как В Циве Ты какую-то технологию Открываешь Для юнита И он плывет А не использовать Юниты Ну ладно Что я уже Оправдываюсь Рим Смотрите Расстроен По отношению К Греции И Греция К Риму Надеюсь Они Начнут Между собой Воевать Наши доктора Придворные Доктора Обнаружили Что ваша дочь Принцессы Бирко Или Биркот Или Биркот Страдает Какого-то уникального Физического Заболевания Как нам Ответить На их Беспокойство Либо Наука Должна найти Решение И она Мы больше Не знаем Нет Вот это Я бы не хотел Менять Будем надеяться На божественное Вмешательство Я не хочу Чтоб Королева Меняла Строителя На ученого Видите Поменяется Ее Перк Конечно Плюс Три Мудрости Я не спорю Но Блин Нет Еще и в Гадрамет Минус два К несчастью Будет идти Блин Мне будут Снизить бы Здесь В городах Кстати Всякие Обеспокоенности Но мне Юниты Нужны С другой Стороны Боевой Слон Колесница Не знаю Почему Нет Так Ну Храбрость Точно Не нужна Ему Участвовать Анонимно Чтобы Лучше Понимали Красоту Поэзии Это Мудрость И наоборот Быть Судьей Харизму Или мудрость Наверное Харизму Повысим Ему А вот Ваш Министр Лицо Пирогом Дурак Предстал Перед При дворе С предложением Поменять ему Имя Так Как мы Назовем Короче Либо еду Либо цивики Получим Либо легитимность Ну давайте Цивики Я Не хочу Сейчас Переводя Эти Его Погоняло Всегда Вы можете Остановить Поставить На паузу И перевести Так Архив Я уже могу Еще какое-то чудо Попробовать Но там Железо Мне кажется Нужно Для других Чудес Давайте Глянем Мне надо Чудеса Строить Ну причем Я не могу Пока Легендарные Мне надо Еще одно А еще Два Кстати Чудо И колосс Мне нужен И мавзолей Мне нужен Причем Причем Я мавзолей И колосс Могу Только Построить Карфагений И гандромет Но я бы Кстати Колосс Попробовал Но требуется 800 Железа Ну да Давайте Вот здесь Вот здесь Ой Я дебил Да Ну ладно Буду страдать Раз я Дебил Как еще По другому Так Теперь Храм В гандромет Нет Давайте Пока В Кипарегиусе Построим Храм Вот Здесь Наверное Не Вообще Желательно А Давайте Здесь Да Ну это Я конечно Сейчас Так Тупанул Давайте Сюда Перебрасывать Ну давайте Мавзолей Что ли Начнем Строить Тогда Пока Будем Железо Накапливать А для Мавзолей 1200 Камня Надо Следующим Уходом Можно Будет Начать Эти Пока Пропускаем Просто Ходы Этими Ребятами Так Ну Мне Собственно Вавилон Осталось Только Встретить Не знаю Как Потому что Там Он Внутри Территории Находится Заводить Я вижу О Слушайте А Вавилон Захватывает Ассирию Вот Оно Че Михалыч Так В Сиге Рабочего Я сделал Да Ладно Давайте Специалиста Пока Один У нас Один Житель Появился И Забираем Лагерь Все О Пишут Что Когда Исследовали Лагерь Мы понимаем Что Галы Готовили Массированное Ну Хотели На наши земли Напасть Массировано Так Либо Копейщика Получаем Либо Десять Желе Сто Железа Наверное Сто Железа Потому что Нам надо Чудо Строить Так И вот Здесь Нам надо Будет Город Поставить Ну Вот И Мы Стали Соседями С Римом Кстати Интересно Вот Если Я здесь Поставлю Сейчас Трирему Тоже На Якорь Сможет Ли Юнит Через Две Триремы Добраться До Этих Руин Чтобы Исследовать Не Сейчас Следующим Ходом Конечно Ага Тут Уже Закрыто Сюда Поставлю Как раз Попробуем С дальнего Конца Да Вот я Жалею Что я Ну Кто Будет Следующий Играть Карту Эту Закарфаген Должен Понимать Что Испанию Надо Заселять Чем Как-то Тут Не Полностью Видна Ну Что Можем Можем Через Через Две То есть Ставите Две Триремы На Якорь И Понеслась Офигеть 480 Денег Еще 120 Да Можно Начинать Строить Во-первых Колосс А Все Не Хватает Железа 800 Железа Оно Не Увеличилось Случаем По-моему Было Не 800 Железа Ладно А Это 1200 А Холм Нужен Ну Давайте Здесь Ладно Видите Начал Мавзолей Строить 15 Ходов Добавляю Сюда Рабочего С помощью Благодаря Способности Моего Лидера 8 Ходов И мы Достроили Вот видите Нету еще Текстурок На чудесах Достроили Вот первое чудо Единичка Уже считается И Суд Тут тоже Построили Так А что Мне предлагают Амфитеатр Это уже Следующего уровня Культура Что нам Это Чудо Дает Ну Плюс 4 Культуры По-моему Во всех Городах С нашей Религией Плюс 4 Культуры Так Ворота Иштар Будут Достроены Давайте Отправляем Еще сюда Строителей 5 Ходов Видите И 4 Хода Будет Да 4 Хода Хочу как можно Быстрее Достроить Сразу же Этих Строителей На Колосс Еще Отправить Ну вот Мне каким-то Образом Надо теперь Легендарный Уровень Культуры Достигнуть Через 6 Ходов Улучшится Но это Будет Стронг Второго Уровня Я так Понимаю О Канцлер Получает Ну Канцлер Должен Быть Мудрым Я считаю Красивым Конечно Тоже Круто Но Мудрый Канцлер Круче И Великий Зикурат Закончен Так Что Дает Ага Здание Я правда не знаю Вот эти здания В городе Прекращают требовать Соседства То есть Все здания Вот эти Районные здания Они должны соседствовать Либо с центром города Либо с двумя другими Теперь после строительства Великого Зикурата Они не должны соседствовать Но проблема в том Они прям только в этом городе Или вообще везде Дальше Плюс 4 культуры Наверное Только в этом городе Вот видите Для всех городов Написано All cities Минус 10% К стоимости Создания улучшений Ну ладно Ничего так Следующим ходом Ворота и штар Будут закончены Так И Здесь Куда я поставил К драмонам Тут у нас Ничего на драмоны А это я случайно Отменил Это продолжается Я ничего не открыл Еще Случайно Отменил строительство Так Тут два рабочих У нас Ну надо на культуру Мне кажется Строить в городах Где тут этот одиум Камня не хватает У меня камень Вход 250 Аж Добавляется Так что Я думаю И сразу Второго сюда Чтоб быстрее Построилось Офицера В гадраметуме Тоже военный Ну вот у меня в военных городах Военная строится Так что с юнитами Высадимся там Будем исследовать Территорию Так этот стоит Эту территорию Держит Чтоб тут город Поставить Хотя по территории Рима Могу Идти Ходить За счет того Что у нас Мир заключен Так Сколько он будет В Египте Исследовать Один ход Сейчас должен быть Египет Открыт Мне кажется Королева Марсия Умерла Король Ромул Второй И Иштар Гейт Ворота Иштар Закончили Конечно Это Вавилонское Чудо Но Даже посол Умер Ладно Главное Что Во Открылся Египет Все вдоль Рима Тут даже Ой вдоль Рима Вдоль Нила Осван Васет Вот Столица Кстати Где у них Абидас Мемфис Саис Бардия Ну вот Как бы нам Желательно Эту территорию Между мной И Египтом Как-то Занять Ух ты Сколько событий Ну давайте По событиям Пойдем Так Наш канцлер Зафейлил Организовать Торговлю Молодец И еще Минус 80 С Египтом Зашибись Ну хоть Сила одинаковая Если начнется Война Как-нибудь Выживем Так Что у нас Спаси Ну нам Предлагают Практически Одних Дедонийцев И Мы Пожалуй Кого-нибудь Из них И выберем Так 60 Отношения С варварами Нету смысла У с варваров Не осталось 40 Конечно Это получше Будет 60 Все-таки Давайте Его Назначим Вот Обратите Внимание Просто сейчас Минус 120 152 35 60 Вот Назначаю Этого И все На 60 Улучшится Опа Видите То есть Такой у нас Посол Прям Посол Посол Дальше Че Открываем Железо Ну в принципе Там железа Уже достаточно Будет Там теперь Надо камень Копить На Колосс Давайте Давайте До Порт Порт Кулис Открывать Древний храм Во время Строительства В Карфагене Рабочие Обнаружили Древний храм Под Под местом Стройки Все работы Остановлены До вашего Решения Блин Не Давайте Акалита Лучше Это специалист Который В храме Будет сидеть Он дополнительно Будет давать А где он появился Вот он появился Это не в храме Это в святилище Три культуры И три науки Нам нужна Культура Чтобы быстрее Достигнуть Чтобы легендарное Чудо построить Так В Гадраметуме Решили провести Атлетические игры Чтобы отпраздновать Их удачу Они хотят Воздать вам честь Как губернатора Ну чтобы вы участвовали Ну то есть Поучаствовать Видите Если правитель Старше 18 Но младше 40 Он может сам поучаствовать И видите Храбрость получим Ну а почему нет Кстати Либо как Либо как судьей Участвовать Тогда харизма плюс И это плюс цивик Я бы наверное харизму Как судья Ну блин Как бы Правителю самому Участвовать в играх По моему странно Всегда было Большое волосатое тело Пронеслось По небесам Но это видимо комета И было видено Со всех уголков Вашей нации Ученые Пытаются понять Что это за феномен Короче Как вы объясните Это событие Либо Накормить бедных Накормить бедных Становится Грейшиус Еще плюс Две харизмы Да Давайте Накормим бедных Еще две харизмы Харизма Пять Отлично Отлично Так Рабочие Взвестия Открыли Богатую вену Руды Купить им Инструменты Для лучшей Разработки Либо Нет Давайте купим Инструменты Тут появляется Я так понимаю Еще больше От шахт Идет Выхлоп Или спец Появился Чуть Чуть Я не обратил Внимание Что конкретно Произошло Так Фестиваль В собратье Науку Тут В данном Суча Науку Хочу Получать Акт Солидарности Жители Аузии Вызываются Так Получить Рабочего Либо Мейс Давайте Рабочего Как бы Армия Не особо Мне тут Пока нужна Как мне кажется Давайте Вообще Все события По всем событиям Пройдем Вы были Приглашены В картену Чтобы участвовать В большом Праздновании В честь Богини Охоты А тут Типа Надо поставить Не Я Несколько раз Уже События Происходили Я постоянно Теряю Деньги Ну нафиг Никого Не буду Ставить Тем более Никих Минусов За это Не будет Так Старейшины Сиги Объявили Этот год Стартом Новой Золотой Эры Так Плюс 40 культуре В Сиге Плюс 120 цирков Плюс 480 денег Давайте Деньги Возьмем Жители Ламбоэси Верят В вашу Справедливость И Лидерские Качества Как Результат Лидеры Города Хотят Улучшить Систему Законов Нет Опять же Я не хочу Чтобы Королева Прекращала Быть Строителем Что У нас Выбор Либо Оставить То что Есть И плюс 7 приказов Получу Либо Мистафарию Установить Давайте Установим Просто Даже Интересно Что Это Дает А Плюс 10 Процентов Культуре Вообще Должно Быть Написано Когда Наводишь Вот Плюс 10 Процентов К Цивикам Культуре Но Минус 10 Процентов Денег Ну Ладно Денег У меня Дофига Можно Потерпеть И Наконец Ворота Иштар Построены Плюс 6 культуры Вход А во всех О Во всех городах Плюс Один Культурный Уровень Отлично Это то Что Надо Видите Сильный Второго Уровня То есть Мне Осталось 5 Годов 5 лет Извините 5 лет И Тут Легендарным Станет Я смогу Легендарное чудо Построить И выполню Еще одно Ну Правда У меня Может Ресурсов Не хватит Для строительства Легендарного Чуда Это уже Другой Вопрос Конечно Давайте Здесь Наверное Каменолом Рядом С горами Так Суд Ну да Суд Я бы Построил Не пройти Да Ну Испания Конечно Так Представлена Небольшим Побережьем Чисто Не знаю Смысл Мне тут С другой Стороны Исследовать Я могу Опять Шпиона Отправить И Открыть Давайте Наверное Возвращаться Потихоньку Ярусалим Тир Дамаск А Слушайте Так И Египет Тоже захватывает Так Я так понимаю Что Ассирию Там пилят Да у него война с Египтом Ну и очевидно Война с Вавилоном Просто не пишет Просто потому что мы Вавилон не встретили Да Короче Ассирию Там Ассирии скоро Не будет Я так понял У Египта Армия Такая же Как у меня У Рима Сильнее У Греции У Рима Намного сильнее У Греции Просто сильнее И в общем Было бы мне Я бы очень Обрадовался Если бы Греция С Римом Начали воевать Другое дело Что Рим Может захватить Грецию И победить По очкам Так Делегация Из Египта Была послана Чтобы разрешить Наши небольшие Наши небольшие Ну какие-то Проблемы Между нашими Цивилизациями И На обеде Один из Их Компании Начал что-то Спекулировать На том Кто Мог бы Победить Богов В войне Что привело К Теологическому Диспуту Скажем так Они Выдвинули Генерала Пеппи Тактика Так У него Храбрость И мудрость 2-2 Мы можем Сказать Да Он лучший Генерал Или Нашего Выставить Ну На что Покруче Дисциплина 2 Храбрость 3 И мудрость Тоже 2 Нет Я скажу Что наш Что наш Круче Наш Круче Просто Так Губернатор Для Картены Цыки Цыки Вот этот Крут Это Минус 2 Науки Будет Вход А Это Тот Самый Дурачок Который А почему Минус 2 Науки Подождите А Потому что Он Фулиж Блин И Минус 20% Культуры Но В Картене Нету Культуры Особо Так что Давайте Ставим Этого Губернатор И Он Будет Каким-то Событием Приводить То есть В Картене Будут Какие-то Странные Вещи Случаться Мне так Кажется То есть Чисто Глянуть К чему Это Ведет Да Ну и Все Тут Видите Уже Вот Я думаю Что Мне надо До Перене Вот эти Вот эти Два Города Я должен Был Ставить Тут Еще Ладно Рим Скорее Всего До Перене А А Вот Эти Я Тут Затар Ну Слишком Медленен Был Так Вот Этим Я думаю Можно Уже Поплавать Опять Уже 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 Ну что, Вавилон мы тут никак не встретим Только при условии, если он вынесет, я так понимаю Ассирию До конца Приказов дофига осталось Внезапно, но у нас Через два хода мавзолей Закончили Так, что мне, давайте глянем, что мне требуется Для Колосса 800 Железа и всего лишь 400 камня, ну это все выполнимо Через два хода Точно все будет Отлично, значит попробуем Железо не тратить Потом еще легендарное чудо надо будет построить Да, блин, что же я подставляюсь постоянно На Кипре вообще Блин, да Шпион-мастер Умер, но он старый был Ладно Почему я могу только из Этих выбирать Блин, ну она же тупая Как может быть шпион тупым? Не, вот этого С мудростью 4 надо Ставить Так, давайте еще какую-нибудь Цивилизацию Следуем Заново Давайте Рим Еще раз посмотрим Хорошее время Ну всего лишь минус одна легитимность Так что я думаю можно Использовать А то 120 цивиков плюс Так, ну можно какой-нибудь закон Наверное принять У нас там была Профессиональная армия Либо Добровольцы Вообще я там что-то открываю По-моему еще какой-то А, я вообще сейчас открыл его Наверное, нет? Так В аузе губернатора Ну вот это Ничего такая Хотя вот этот На два На два прика Давайте А, вот еще ламбер Ну тут у меня нету Да, тут у меня нету Никаких Лесорубов Так что нету смысла Ставить Так, а что я открыл Порт Кулис Министра могу получить Длиннолуки Давайте в длиннолуки Пойдем Это улучшение Да, конечно 11 ходов Но Офигительное улучшение Юнитов Так, и что за этот Это что за Порт Кулис Я открыл Мне вот интересно Где это было Тут что ли Где-то Да, блин Во А, это защитное Это Следующее Защитное После стен Я к веду Ну, короче Никаких новых Законов А вот и этот Придурок наш Обнаружили, что он обучает Королевских детей Ой, слушайте Тут за это сложно Ребят Тут как раз Используем таких слов Сорян Ну, короче Он Херня какой-то Обучает Скажем так Короче Мы его либо защищаем Либо Просим Убрать его Охране Либо Выдать ему 40 плетей Давайте будем защищать Просто интересно К чему это приведет Это не самый лучший Мне кажется Вариант О Наш ученый Открыл Новый календарь Либо Ну Я бы Двух жителей В хадрометуме Лучше добавил А не Четыре клетки Это по-моему Уже все клетки Которые возможно Нормально Обрабатывать В хадрометуме Да Добавлены Нифига мне Еще что-то Так В аузе Архив Второго уровня Закончен Ну Надо снизить Второго уровня Уже достигли А в хадрометуме Еще Еще Одного офицера Я построил Но можно Юниты Раз уж Я тут Ну тоже Надо Немножко Снизить Нет Давайте лучше Юниты Строить Так Давайте Лучников Потому что Я скоро Ну как Скоро Как раз Вот Трех лучников Можно сделать И Через один из ходов Я открываю Длинно лучников И этих Я улучшу Получается Продолжение следует Мне кажется Тут Надо Дорогу Провести Аузия Не соединена И Соответственно Ламбоэси Не соединен Поэтому Так Как нам лучше Наверное Сюда Дорогу Так А здесь Тут Дорогу В эту сторону Поведем Так Следующим ходом У нас Мавзолей Будет Сделан Мне вообще Скаута Как бы Вот эту Территорию Открыть Территорию Тракайцев встретили Ну, я их буду игнорировать Как бы Они фиг знает где Не с ними никак Странно, что на Кипре нет никаких реальных племен Одни варвары Тусят И еще раз обратить внимание Что я до сих пор не встретил никаких морских юнитов Других цивилизаций То есть я один тут плаваю по морю Такое ощущение Ну, что-то не дадут пройти, да? Ладно, давайте Строить мавзолей Великий Начнем колосс И на этом, собственно, я серию Завершу Я тут так в чудеса Ломанул прям Этим ходом Все Вся дедонская семья О, канцлер Умер 57 лет Ну, хороший канцлер был Еще маганидов осталось Вы иудеями сделать Все будет зашибись Так, давайте Я канцлера тогда назначу Ученый Ну, тут плюс один Давайте я вот Или лучше этого Ну, он как-то римлянин У нас Ну, просто дополнительный Ну, знаете, приказы всегда хорошо Цивики у меня вроде и так неплохо капают Так Греки просят Железа В принципе, я могу им дать Потому что мне там Не хватит На И мир с Грецией Заодно Заключим Да Почему нет Я точно не буду воевать Так, что с мавзолеем 20 культур и вход Во всех городах Плюс 4 цивиков Если они присоединены Угу И давайте начинать Колосс Чего не хватает Железа А, как раз Ну, 50 железа Это как раз я покупаю 200 монет Так Так, теперь мне надо смотреть На Легендарные чудеса Этих сразу Вот сюда я Перебрасываю Чтобы они быстрее делали 5 ходов 4 хода Да, конечно, без Этих Ну Господи Без Без рисунков Непонятно Что за чудо Давайте Посмотрим Какое у нас Легендарное чудо Вообще У нас там 2 Нет, 4 их По-моему, да Значит Требуется 1200 камня 600 еды Вполне Возможно Накопить И оно будет Давать Всем городам Минус 1 К несчастью Так Напоминаю, что Катя еще чудеса Дает 1 очко К победе Городские Здания Игнорируют Это да Плюс 10 культуры Минус 2 И во всех городах Плюс 50 культуры Да Аэсуэ тоже Неплохо Но тут правда 600 железа Требуется Это мы 6 ходов Будем копить Парфенон Это святой город Требуется Легендарный Мы пока не сможем Мне кажется Построить И циркус Максимус Плюс 5 очков Войны Плюс 10 культуры А во всех городах Все верховые Юниты Начинают С каким-то Промоушен Но мне Либо Аэсуэ хочется Либо Гранд Базар На самом деле Мы и то и то сможем Построить Если захотим Ну на этом серию Закончу Продолжение Завтра Ваши впечатления Как всегда В комментариях Спасибо, что смотрите На этом все Играйте в умные игры Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем Хочу попросить вас Поставить лайк Оставить комментарий И поделиться этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также посмотреть Другие мои видео Ссылки на которые Вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok